Уважаемые слушатели курсов интеллектуал, вашему вниманию предоставляется видеолекция на тему технология обработки конструкционных материалов, устройства и работа на токарно-винторезном станке. Токарные станки школьного типа устроены так же, как и станки промышленного образца. Поэтому мы рассмотрим устройство станка на примере токарно-винторезного станка модели ТВ-6. Токарно-винторезный станок предназначен для обработки деталей, имеющих форму тел вращения, а также для нарезания резьбы резцом. Токарно-винторезный станок состоит из тех же узлов и деталей, как и другие токарные станки. С левой стороны находится передняя тумба, с правой задняя тумба. В передней тумбе у нас находится электродвигатель, в задней тумбе электрооборудование. Выше находится корыто или поддон, в который собирается стружка и другие материалы, которые возникают в процессе обработки. Выше находится станина. Станина чугунная, литая, коробчатой формы. Здесь имеются окна. На станине есть две призматические направляющие, две плоские направляющие. По первой призматической и плоской перемещается суппорт. По второй призматической и плоской направляющей перемещается задняя бабка. Станина токарного станка предназначена для того, чтобы на ней закрепить все остальные узлы и детали токарного станка. С левой стороны сверху на станине закреплена передняя бабка. Передняя бабка служит для того, чтобы закреплять обрабатываемую заготовку в специальном приспособлении и вращать ее с определенной скоростью. С правой стороны находится задняя бабка. Задняя бабка служит для того, чтобы поддерживать длинную обрабатываемую заготовку или крепить в ней вспомогательные режущие инструменты. Спереди под передней бабкой закреплена коробка подач. Коробка подач предназначена для передачи движения от передней бабки к ходовому винту и ходовому валу станка. Между передней и задней бабкой находится суппорт. Суппорт перемещает резец в продольном и поперечном направлении при обработке. Ниже суппорта винтами крепится фартук. Фартук преобразовывает вращательное движение ходового винта и ходового вала в продольное поступательное движение суппорта. Органы управления токарным станком. На передней бабке у нас имеется три рукоятки. Левая рукоятка предназначена для изменения направления движения суппорта. Рукоятки под номером 1 и 2 служат для изменения скорости вращения основного рабочего вала станка, который находится в передней бабке и называется шпиндель. На правом конце шпинделя на резьбе установлен трехкулачковый самоцентрирующий патрон для закрепления заготовки. На коробке подач у нас имеется две рукоятки. Левая рукоятка служит для изменения скорости перемещения суппорта. Имеет три положения. Правая рукоятка включает винт или вал. Имеет два положения. Включается ходовой винт или ходовой вал. Что-то не видно. На фартуке у нас есть следующие органы управления. Маховик продольной подачи. На маховике имеется у нас шкала. Круговая шкала, которая называется нониус. По этой шкале мы отмеряем величину перемещения резца в продольном направлении. Следующий орган управления. Рукоятка перемещения резца в поперечном направлении. То есть поперечная подача. На ней имеется тоже круговая шкала для установки величины перемещения резца в поперечном направлении. Следующий орган управления. Кнопка, которая включает и выключает. То есть выводит из зацепления шестеренку с реечной передачей. Если кнопка отключена, суппорт находится на месте, не перемещается. Следующий орган. Рукоятка включения механической подачи. С помощью муфты соединяются механизмы суппорта с ходовым валиком. Посмотрим сейчас, как это происходит. Если мы поднимаем рукоятку вверх, вращается ходовой валик. Суппорт перемещается влево. Последняя рукоятка у нас включение ходового винта. Включение ходового винта. Ходовой винт включается при нарезании резьбы резцом. Органы управления задней бабкой. Маховик перемещения пиноли. Вращая маховик, мы выдвигаем пиноль задней бабки. Рукоятка фиксации пиноли. При фиксации пиноли мы не можем ее перемещать. Рукоятка фиксации задней бабки. На станке имеется еще один узел. Гитара сменных шестерен. Гитара сменных шестерен предназначена изменение передаточного отношения. То есть изменение скорости вращения ходового вала и ходового винта. Это происходит путем замены шестерен. Устанавливаются шестерни с разным числом зубьев. С определенным числом зубьев. В комплект учебного токарного станка ТВ-6 входит несколько приспособлений. Первое. Трехкулачковый самоцентрирующий патрон. Вращая рукоятку, ключ, мы можем раздвигать одновременно три кулачка. В комплект патрона входят кулачки прямого. Прямые кулачки, в которых закрепляются заготовки небольшого диаметра. И обратные кулачки для закрепления заготовок большого диаметра. Следующее приспособление. Поводковый патрон. Если необходимо обработать длинную заготовку или деталь сделать. Вот у меня деталь изготовленная. Ее закрепляют в центрах. Для этого на детали делаются технологические отверстия. Устанавливаем в центре. И поддерживаем другим центром. Для того, чтобы заготовка не проворачивалась в центре. На заготовку устанавливается хомутик. Закрепляя хомутик ключом, жестко его фиксируем. И поводковый патрон своим поводком вращает хомутик. А хомутик уже вращает заготовку. Центры для станка бывают невращающиеся. И вращающийся. Центр вращается. Не вращающийся центр на вращающейся заготовке необходимо смазывать для уменьшения трения. Не вращающийся центр быстрее изнашивается. И у меня в руках два центра. Один прямой, другой обратный, так называемый. С центровочным отверстием. Им можно поджимать заготовки, имеющие конус. С углом конуса 60 градусов. И закрепляем. Обрабатывают заготовки на токарных станках резцами. Резец условно состоит из тела или державки и головки. Более подробно устройство резца рассмотрим на его модели. Желтым цветом выделена передняя поверхность. Передняя поверхность резца. По передней поверхности резца сходит стружка. Голубой, голубой цвет, это у нас главная задняя поверхность. И еще есть вспомогательные задние поверхности с двух сторон. Пересечение передней и главной задней поверхности образует линию, которая называется главная режущая кромка. Соответственно, пересечение вспомогательной поверхности с передней поверхностью дают нам линию, которая называется вспомогательная режущая кромка. Главная и вспомогательные режущие кромки обращены к обработанной поверхности заготовки. Пересечение главной режущей кромки и вспомогательной режущей кромки дают нам точку, которая называется вершина резца. У данного резца их две. Одна и вторая. Для обработки заготовок и обработки различных поверхностей заготовок существует большое количество резцов. Поэтому их классифицируют по определенным признакам. Основной признак – это технологическое назначение. Вот эта группа резцов называется проходные резцы. Проходные резцы служат для обработки наружной цилиндрической поверхности заготовки. Также есть проходные… Да. У проходного резца режущая кромка, главная режущая кромка, проходит под углом 45 градусов к оси резца. Следующая группа – проходные упорные резцы. Вот эти три резца. У проходного упорного резца, главная режущая кромка, находится вдоль тела резца и составляет угол 90 градусов с осью вращения заготовки. Следующий резец – подрезной. У подрезного резца режущая кромка, находится под небольшим углом к заготовке, к торцу заготовки. Подрезными резцами подрезают торец заготовки или уступ. Следующая группа – отрезные резцы. Отрезные резцы служат для отрезания заготовки. Расточные резцы служат для изменения формы и размера отверстия, то есть для получения различных полостей в заготовках. Резцы могут быть расточные, проходные, по устройству похожи на проходной резец. У них режущая кромка находится под углом примерно 45 градусов. И расточные упорные резцы, так же как у проходного упорного резца, под углом 90 градусов. Следующая группа у нас – резьбовые резцы. Резьбовой резец для наружной резьбы. И второй вот поменьше резец. И резьбовой резец для нарезания резьбы в отверстии. Это у нас основные резцы. Следующие резцы разделяются по форме поперечного сечения. Резцы бывают прямоугольного сечения тела, с квадратным сечением. Также бывают резцы с круглым сечением державки. Для станков школьного типа резцы с круглым сечением не предусмотрены. Различают резцы по конструкции. По конструкции резцы бывают цельные, полностью резец из одного материала. Сварные. Вот видна граница, где сваривается резец. Часть резца с режущей частью изготавливается из инструментальной стали или другого материала. И державка из конструкционной стали. Например, сталь 45. Резцы бывают с напайками из твердого сплава. ВК-6, Т-15, К-10 и других. И с напайками из быстрорежущей стали. Например, Р6М5. Кроме этого, резцы бывают с пластинками из твердого сплава, с механическим креплением. То есть, закрепляются винтом или болтом. Вот прикреплена пластинка. Еще где-то тут был резец у нас. Вот пластинка прикреплена. И бывают у нас резцы из различного материала. Самый простой и дешевый материал – это углеродистая инструментальная сталь. У-10, У-12. Такие резцы применяют для обработки мягких материалов. Алюминия, пластмасс, древесины. Если мы изготавливаем детали из этих материалов на станке по металлу. Такой резец можно сделать из напильника. Следующие резцы могут быть изготовлены из легированной стали. Например, 9ХС. Такие резцы, в отличие от резцов из инструментальной углеродистой стали, имеют теплостойкость до 250 градусов. Резцы из инструментальной углеродистой стали теплостойкость от 230 до 250. Резцы из легированной стали теплостойкостью, обладают теплостойкостью от 270 до 350 градусов. Резцы из быстрорежущей стали имеют теплостойкость от 450 до 550 градусов. Резцы из твердого сплава имеют теплостойкость от 700 до 750 градусов. Наибольшая теплостойкость из материала, который называется кубический нитрит бора до 1000 градусов. Пластинки из материала С-232, изготовленные из электрокорунда. По форме головки резца, резцы бывают прямые, значит, тело резца и головка находятся в одной оси. Резцы отогнутые, это у нас резец проходной прямой, вот это резец у нас проходной отогнутый. Бывают резцы изогнутые, то есть в одной плоскости отогнули, а потом в другой еще раз. Вот это у нас резец подрезной изогнутый. И резцы бывают оттянутые, когда сечение к головке уменьшается. Это у нас отрезной резец, вот этот представлен, расточной резец оттянутый. По направлению подачи резцы могут быть правые и левые. Правые резцы, как определить правые, по направлению подачи. Если мы сверху резца положим ладонь, отогнутый палец большой должен указывать у нас направление перемещения. Какая рука, такой у нас и резец. Вот это у нас правый, вот это получается резец левый. Можно по-другому. Левый перемещается резец слева направо, правый справа налево. Установка резцов. Для изготовления изделия или деталей нам понадобятся три резца. Отрезной резец, проходной упорный резец и проходной резец. В резцедержателе токарного станка можно установить до четырех резцов. Мы установим три. Для начала необходимо установить резец. Резец в резцедержателе можно установить высотой от 12 до 14 миллиметров. Вот у нас резец высотой 12 миллиметров. Закрепляем его на два винта. Вылет резца из резцедержателя не должен превышать полторы его высоты. Вершина резца должна находиться на оси вращения заготовки. Можно установить по центру задней бабки. Подводим. Находится чуть выше. Чуть-чуть выше. Допускается поднять резец выше оси вращения заготовки на четверть миллиметра для резцов из быстрорежущей стали. Устанавливаем заготовку. При подрезании заготовки и отрезании резец должен находиться на расстоянии не больше одного диаметра от кулачков патрона. Что у нас сейчас есть. Подрезание торца выполняется подрезным резцом. Его можно выполнить проходным упорным, если его развернуть на 3-5 градусов. Закрываем кожух. Включаем. Подводим резец до касания и поперечной подачей срезаем. Видно, резец находится выше центра примерно на 1 миллиметр. На этом станке установлена подкладная пластина. Убираем ее. Закрепляем резец. И подрезаем. Еще раз подрезаем торец. Резец ниже на 0,5 миллиметра. Для того, чтобы поднять выше, выбираем, берем пластину, выбираем пластину толщиной примерно 0,6-0,7 миллиметра. Откручиваем. Подкладываем под резец. Так, чтобы пластина находилась на краю. Резец выступал не больше, чем 1,5 его высоты. Затягиваем. Откручиваем. Включаем. Подводим резец. Резец установлен по центру. Звук работающего станка заглушает голос. Поэтому на выключенном станке показываю. Еще раз. Наша задача. Включить станок. На включенном станке подводим резец до касания с заготовкой. Врезаем на глубину 0,5 миллиметра. И вращая рукоятку поперечной подачи, подрезаем заготовку. Отводим резец. Выключаем станок. Еще раз показываю на включенном. Подводим. Врезаем. Протачиваем. Отводим резец. Ставим рукоятку. Устанавливаем проходной резец. Закрепляем резец. На два винта. Разворачиваем. Подводим к проточинку. Центру. Видим, что он примерно по центру. Здесь не очень удобно. Пробуем вторым способом. Проверяем установку по центру заднему. Тоже видно по центру. Разворачиваем резец. Перпендикулярно оси вращения заготовки. Выдвигаем заготовку. Устанавливаем заготовку. Заготовку можно установить с вылетом не больше, чем 5 диаметров. Если будет больше, заготовку может отогнуть. Наедет заготовка на резец. Сломается резец. И испортим заготовку. Максимально мы можем выдвинуть ее 50-60 миллиметров при диаметре 12 миллиметров. Здесь у нас примерно 45 миллиметров. Показываю работу точения. Наружное точение резцом из быстрорежущей стали проходным резцом 12 миллиметров. Максимально можно выдвинуть 60 в соответствии с требованиями. 60 миллиметров. Закрепляем заготовку. Вылет заготовки должен быть на 8-12 миллиметров больше, чем длина получаемой готовой детали. Продольное точение до диаметра 10 миллиметров. Вот заготовка бьет. Мы, возможно, значит, надо выключить и попробовать устранить биение. Подводим до касания. Отводим. На включенном станке устанавливаем глубину резания. полмиллиметра. Подводим до касания. Отводим резец. Устанавливаем лимб на ноль и устанавливаем глубину резания полмиллиметра. Это 20 делений шкалы лимба. протачиваем. Отводим. Выключаем. Заготовка бьет, поэтому сточила только половина. включаем еще. Устанавливаем еще 10 делений 0,25 протачиваем. Отводим. Еще добавляем. Уже примерно 10 будет, поэтому кривая была, может не получиться. Видишь, надо было задать меньше. Меряем диаметр заготовки. Здесь 11 нам надо 10 значит мы можем еще установить глубину резания чуть меньше полмиллиметра на одну на пять сотых. Протачиваем. выполняем выполняем черновое точение. измеряем. диаметр диаметр 11 верим. Добавляем устанавливаем на 0 11 станцем. Нам необходимо 10 разница в миллиметр. Глубина резания должна быть не больше полумиллиметра. Для чистового точения оставляем 0,2 миллиметра протачиваем. 10,2 диаметра. необходимо снять 0,2 миллиметра с диаметра. Глубина резания 1,1. 1,1 это 4 деления. Выполняем методом пробной стружки. Это значит мы включаем станок, подводим до касания, устанавливаем глубину одну десятую миллиметра. Включаем и обрабатываем на длине 2-3 миллиметра. И смотрим. Сняли пробную стружку, смотрим какой получился диаметр. Да что ты. Вот как раз одна 10 миллиметров. Не изменяя положение резца в поперечном направлении. Включаем станок, подводим. Для такого диаметра устанавливаем скорость, вернее частоту вращения 700 оборотов. Включаем точим. Точим. Отводим резец, снимаем небольшую фаску. Притупить кромку. Выключаем. Меряем. резцом тут что-то больше. Станок. Станки уже 40 лет. Одна десятая. Значит, проходим еще раз. А можно сейчас пройти резцом из твердого сплава. Есть один резец. По центру. Включаем. Подводим резец до касания. До касания. что-то пойдет. значит смотрим чистовое точение чистовое точение быстролежущим резцом черновое точение отрезание для отрезания нам необходимо установить отрезной резец устанавливаем резец вылетом не больше полторы высоты открываем отрезать заготовку необходимо у кулачков поэтому мы устанавливаем ее вот на таком расстоянии задвигать дальше обработанного нельзя у кулачков термин означает что расстояние не больше чем один диаметр частота вращения заготовки 190 оборота 180 оборотов включилась что маленькая давай больше сделаем скорость частота вращения шпинделя 250 оборотов длина у нас условная нам просто необходимо отрезать прорезав в глубину примерно 2 миллиметра отводим на миллиметр в сторону отрезаем возвращаемся на прежнее место такой метод называется в разбежку для того чтобы резец не зажимался тремя сторонами детали и не отломился заготовку можно убрать если есть возможность закрепить с вылетом не больше одного диаметра закрепляем и подрезаем торец разворачивая проходной упорный резец до подрезного подрезание торца ну что здесь край соединение образующие торца дает нам заусенец значит разворачиваем резец под углом 45 градусов закрываем снимаем фаску получили вот такую деталь видим у нас чистота поверхности при точении резцом проходным упорным резцом из быстрорежущей стали и черновое точение а 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